Ковцам, да. Десяти словия или десять заповедей. Помните, что это такое, да? Десяти словия, еще одно из названий. Иногда рисуют скрижа Резавета, такие, да, с греческими символами. Один, два, три. Вы понимаете, что так не было на самом деле. Что не цифры там греческие были написаны. Схематично, да, чтобы мы не запутались. Иногда рисуют еще просто буквы алфавита. Ну, вы же знаете, что буква это цифра, да, первая там и так далее. Во многих синагогах можно увидеть изображение двух скрижа Резавета. Мы скрижались с текстом десяти заповедей. То есть во многих синагогах там есть какая-то фреска или что там. И мы не случайно говорим о том, что заповеди были высечены именно на двух скрижалях. По пять на каждой. Если посмотреть на их список, то окажется, что первые пять, высеченные на первой скрижале, можно определить как религиозно-философские заповеди. То есть заповеди, которые направлены по отношению к Богу. Другие пять заповедей были направлены на отношение к человеку. Можно сделать вывод, что если там пять и там пять, то они и те, и те одинаково важны перед Господом, да? Ну да. Но если их десять, две скрижали, четыре и шесть, откуда вы знаете? Ага, хорошо. Давайте перечислим десять заповедей. Так, значит, первая заповедь какая? Ух ты, мы можем голосовать, я чувствую. Так, первая заповедь, я Бог твой, да? Я Бог твой, в конце концов. Не я. Вторая заповедь. Не будет у тебя других богов. Не, то есть, как бы, других нет. Третья, не произноси имя Бога напрасно. Четвертое. Помни день субботы, чтобы осветить его. Пятое. Уважай отца и мать. Да, ну, почитай. Не убивай. Не развратничай. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Не желай от чужого. Да, получается четыре. Угу. Окей. Но, в любом случае, смотрите, какой интересный момент. Когда-то я... Вот надо было мне десять заповедей точно узнать. Я думал, есть ли канон десяти заповедей? Ну, вот, написать там на одной брошюре. Я начал искать. Оказывается, не все так однозначно. По ходу, как бы, вы можете встретить, даже в христианской традиции, примерно, примерно вот все, но все же есть отличия. Например, заповедь о субботе, она пропадает. Вот так вот. Да? Потому что, как бы, типа, нам уже это не... Да. Ну, как бы... Без заповедей о субботе, да? Да-да-да-да-да-да. Поэтому... Угу. Угу. Хорошо, идем все же дальше, да? Когда был построен храм, скрижа Лизавета были помещены в его самой святой части. Называется эта часть как? Святая святых. А десять речений читали в храме вместе с молитвой Шма. Нашавуот читают сейчас в синагогах заповеди. И также при определенных главах чтения Торы. Да? Да. 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 Нету его. Нету. Я думаю, что Бог его спрятал просто. Итак, мы говорили с вами о шестьсот тринадцати заповедях и о семи заповедях, которые были обязательны для всего человечества. Какие это заповеди? Ноя. Ноя, да? А кто-то помнит их? Так. Так. Правильно. Это заповеди сыновей Ноя. Так называемые. Помните, да? Итак, есть семь, есть шестьсот тринадцать. Вы сколько выберете? Шестьсот тринадцать. А? Десять? Ишуа свел все вообще к двум. Как однажды к одному раввину пришел язычник и говорит, научи меня своей Торе, стоя на одной ноге. По-моему, так это было. К Шамаю и, да, к Гилерию пришел язычник. Один его прогнал. Говорит, иди отсюда, глупый. Пришел он ко второму. Тот говорит, а запросто. Могу научить тебя Торе, стоя на одной ноге. Встал на ногу и говорит, люби Господа, почитай его, люби людей. Да. А говорит, а все остальное это толкование. Поэтому вот вам и вся Тора. Итак, когда нееврей приходит в синагогу и говорит, хочу быть евреем, сил нет. Хочу, 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 хочу. Ему говорят, ну, послушай, ты же понимаешь, что тебе, как еврею, будет обязательство перед тобой исполнить все 613 заповедей. Дело серьезное. И всячески пытаются его отговорить. Ему сообщают, как правило, одну легкую заповедь, одну среднюю и одну очень сложную. Чтобы человек задумался, стоит ли в это входить. Очень интересно, если мы смотрим Новый Завет, Бытие, не Бытие, а Деяние, 15 главу, так называемый Иерусалимский Собор, Первый Иерусалимский Собор, да? Решался вопрос, что делать с неевреями, которые вдруг начали приходить в еврейское общество. То есть, фактически, неевреи должны были пройти в каком-то смысле гиур, да? То есть, они должны были принять иудаизм в той форме, который был. Иудаизм той формы, который был, это был мессианский иудаизм, да? То есть, это все равно был иудаизм. Это не была церковь, известная нам. Они не становились членами баптийской, пятизятнической или другой церкви. Уверовавшие из язычников становились частью, можно так сказать, новой ветки, нового ответвления в иудаизме. Под названием мессианский иудаизм. Был очень большой вопрос. Как, ну, как бы, что насчет заповедей? Что насчет всех постановлений, запретов и так далее, и так далее? И по долгом рассуждении, с 7 стиха мы можем почитать. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников ига, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? О каком иге идет речь? Обрезание? А разве это ига? Для еврейского мальчика обрезание – это не вопрос. Ну, обратно же, 613 за. Что не могли понести? Еще. Да, ну, тепло, тепло, как говорят. Смотрите, мы сейчас смотрим на вопросы, как бы, с точки зрения, ну, как бы, достаточно языческого мышления. Ну, под языческим я имею в виду, не еврейским. Да? Почему? Потому что евреи не говорили об обрезании как вот таковом. Ну, как бы, это было настолько естественно, что об этом не говорят. Вообще, просто не говорят. Так как в Советском Союзе, естественно, было делать оливье на Новый год, напиваться на свадьбу – это нормально? Что за свадьба, там, знаешь, нормально. Хоронили тещу, порвали два баяна. То есть, было какое-то иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. И дальше он говорит, ну, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Да? Тогда умолкав все собрание, слушал Аварнаву и Павла, рассказывавши, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После того, как они умолкли, начал речь Яков, и сказал, мужик, братья, послушайте меня. И он дальше говорит, там, о пророках, да, о скине Давида падшую, чтобы взыскали Господа прочие человеки все народы. Посему, 19 стих, то есть, как вывод. В конце концов, я полагаю, не затрудять обращающихся к Богу из язычников. Да? То есть, он говорит, давайте мы не будем делать для них приход к нам сложным, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлены и крови, и чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Да, вот такой интересный у него поворот. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избравя себя среди мужей, послать их с Варнавой, призывать и так далее, да, написал апостолы и пресвитеры и братья». То есть, вот такое ЦУ издается конкретно. Это было, вы понимаете, что было это все бурно, потому что на тот момент это было неслыханно революционное вообще решение. Неслыханно вообще. Просто революция. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохе, Сирии и Килийти, братьям, братьям, то есть братьями называли только еврею. Евреи братьями называли только еврею». То есть, если вы читаете это где-то, например, в Танахе, вы должны понимать, что там не обращено к церкви. «Под братьями подразумеваются братья, тот, кто близок к тебе по крови». «Братьям и заязычникам радоваться». Радуйтесь, люди. «Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. «Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». На всякий случай послали еще толкователей, чтобы они так не сомневались. «Ибо угодно Святому Духу, не только им, но Святому Духу и нам, не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого». То есть есть бремя, которое необходимо. «Воздерживаться от и доложертвенного, и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здоровы». «Живите богато». А все так просто, да? А давайте посмотрим внимательно на текст, да? Три категории заповедей, которые они предложили язычникам. «Воздерживаться от и доложертвенного, и крови, и удавленной» – несложно. «От блуда» – сложнее. Но не делать другим того, чего себе не хотите, наиболее сложнее. Потому что здесь нужно похоронить весь свой эгоизм. Вы понимаете, да? И если мы смотрим выше, в 20-21 стихе, они делают небольшую поправку, потому что закон Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих Его и читается в синагогу каждую субботу. Иными словами, все остальное разберетесь потом. Во всем остальном идите, пожалуйста, куда? В син... какую церковь? А мессианские общины, да? Это были общины верующих евреев, которые приняли своим Мессией Ишуа Мессию. Понимаете, да? Они не вышли из иудаизма. Они не стали... Некоторые думают, что Иоанн Креститель – на английском это Джон Баптист. Да, звучит. Что он был баптистом. Что он был из баптистов. Другие думают, что апостолы, крестившись Духом Святым, стали пятидесятниками. Мгновенно. И пятидесятническая церковь берет начало именно оттуда. Так ничего подобного. Тогда уже правильнее называть шавуотники, потому что пятидесятница – это греческое название праздника. По-гречески, да? Недели. А так, в принципе, шавуот, шавуа. Смысл не поменялся. Но мы должны видеть, что то же самое сейчас существует и в иудаизме. Принцип. Тот же принцип. Предлагается несколько заповедей. Простая, сложнее и самая сложная. Но это не значит, что на все остальное ты закроешь глаза. Когда ты станешь, так сказать, членом внутреннего круга, клуба закрытого, ты поймешь, что для того, чтобы духовно расти, ты не можешь обойти все остальные заповеди. Ты не сможешь просто обойти. Ты не сможешь проигнорировать десятисловия. Ты не сможешь проигнорировать другие какие-то вещи. Тебе нужно будет возрастать. И по мере роста брать на себя все более и более ответственность. Конечно, я вам скажу, что в этом плане иудаизм, он достаточно, ну я бы сказал, терпим. Общаясь с одним вот этадоксальным хлопцем, он говорит, иудаизм это не религия, это образ жизни. И говорю, ну хорошо, раз так образ жизни, почему ты там без кипы ходишь? Где твой цицит? Он говорит, ты пойми, я пришел к раввину своему, а он мне говорит, ты не старайся исполнять все сразу. Потому что, если ты взвалишь на себя сразу бремя иудаизма, исполнение заповедей, закона, всего-всего-всего, ты не выдержишь. Ты потихоньку себя вводи в это состояние. Ну, куришь? Ну, кури. Иудаизм, кстати, что вы знаете, да? Спокойно. Там, например, гуляешь? Ну, старайся, чтобы девушка была не еврейкой. Ну, нельзя, потому что с еврейками. Поэтому, как бы, наши девчонки украинские очень лихо ездят туда, понимаете, да? Да, и ортодоксальные раввины не против. Поэтому все эти вещи, они преподносятся потихоньку. Когда же мы приходим к Богу, мы понимаем, что надо, ну, нельзя так делать, что надо более, ну, скажем так, качественно очищать свою жизнь. Это ощущение приходит изнутри. И слава Богу, что Дух Святой помогает нам это делать. Аминь. Поэтому радуйтесь, как говорит Деяние. Итак, поэтому иудаизм советует язычнику очень хорошо подумать, нужно тебе это или не нужно. Итак, мы еще немножко поговорим об этом. Мы знаем, что заповеди предназначены для каждого еврея, да? Следует ли отсюда, что каждый еврей обязан согласно еврейской традиции выполнять прям все заповеди, все 613? Я бы не хотел сейчас как бы, ну, Павел что делал в обряде очищения? От чего очищение? Зачем ему? Зачем ему какая-то жертва, если есть Иисус? Перед кому он должен что-то доказывать? Именно жертву. Если бы он приносил именно не жертву, то его бы в храме не схватили и не били. Понимаешь? Говорили бы, он приносил неправильно жертву там или что. Он делал то, что там написано. Но это тема отдельная, большая тема. Мы думаем, что мы дойдем как-то к пессианскому именно иудаизму. Итак, есть заповеди, да? Должен ли каждый еврей исполнять все заповеди? Как вы считаете? То есть, если есть заповедь свершать микву, то я должен ее делать. правильный заповеди, то есть я тоже должен делать? Ну да. Правильно. То есть, есть заповеди, которые ко мне не относятся. Например, есть заповедь учить детей своих Тори. Да? Если у меня нет детей. Есть ли на мне обязанность учить детей Тори? Нет. Потому чужих своих. Это заповедь относится к человеку, у которого есть дети. Есть заповеди, которые относятся к священникам, к огоним. Да? Например, заповедь благословлять общину особым благословением, благословением Аарона. Это относится к священникам. Например, есть заповеди, когда священнику было запрещено прикасаться, например, мертвого человека. Даже если это мама. Была заповедь, да? Есть заповеди, которые относились к Назареям. Не пить вина, не стричь волосы и так далее. То есть, это заповеди, которые были направлены на конкретное какое-то действие конкретной группы людей. Есть заповеди, которые нужно было делать только находясь в земле Израиля. То есть, если ты в Галуте, это не распространяется. То же самое касается женщин. Вы знаете, что в иудаизме есть особое отношение к женщинам. Это тоже отдельная тема. Еврейская традиция определяет возраст совершеннолетия согласно Талмуду. Для мальчиков это 13 лет и один день, и для девочек 12 лет и один день. С этого дня бар и бат митцва, так называемые, будем говорить об этом. С этого дня мальчики на следующий день после 13-летия, а девочки на следующий день после 12-летия обязаны выполнять заповеди наравне со взрослыми. Поэтому, разумеется, что до этого срока нужно воспитывать детей так, чтобы они хотя бы разбирались в этих заповедях и понимали Тору. подразумевается не только письменную. Бат. Бат это дочь, бар сын. Бен, нет. Бар митцва. Бар. Сын заповеди, бар митцва. А бат митцва это дочь заповеди. Да. Обычно делается праздник, у нас, кстати, на Симхат Тара тоже будет бат митцва. Бат, дочь. Дочь заповеди. В разных общинах приняты разные обычаи, празднования этого праздника, события. Но в любом случае их объединяет такая серьезная, радостная обстановка. Это то же самое в каком-то смысле, как конфирмация в церквях. То есть, очень важный момент, момент благословения подростков, именно старшим поколением. То есть, их вводят в общество. Вы помните, да, почему-то такой интересный момент. В Евангелиях описывается, что в 12 лет Ишуа был в храме. Как-то так. Вдруг, да? Похоже, что у него была бат митцва. Я не знаю, откуда идет именно этот обряд, эта традиция. То есть, мы видим, что все это происходит согласно Талмуду. Мы не видим его в Писании, прямую заповедь в этом. То есть, это... но то, что есть, явно есть благословение в этом, это очевидно. Я вижу в этом благословение. Это не водное погружение. Это не заключение завета с Господом. Но при всем том, в каком-то смысле, это подтверждение того завета, который человек заключил с Богом. Смотрите. Написано так, что дети освящаются верующими родителями. Да? То есть, что это значит? Я, как отец, который верит в Ишуа, как своего Мессию, имею спасение. И я заключил завет с Богом. Да? На основании моего заключенного завета мои дети до определенного возраста разделяют со мной спасение. Потом приходит момент, когда им нужно лично подтвердить принадлежность к этому завету. Делается это, как вы понимаете, путем покаяния. То есть, того же способа, как и я. Это наподобие того, что до 16 лет за границу дети ездят, будучи вклеенными фотографиями, в мой паспорт. Но после 16 лет им нужно сдать самим документы, получить свой паспорт, и они уже несут ответственность полную, полноценную перед государством за свои действия. Даже если им 16 лет и в голове полный ветер. Понятно, что я их не бросаю там на произвол, я их веду, я их учу, я их дисциплинирую, но при всем том перед государством они несут уголовную и не только ответственность. То же самое происходит и у нас с вами. Мы видим многих верующих людей, и немногих периодически встречаем таких, которых не подтверждает этот завет. Они делают определенные действия, как родители, потому что их заставили, но когда они вырастают или, например, эмигрируют в другую страну, в Израиль, в США, весь тот мирской настрой, который есть у них, он их поглощает и они становятся отступниками. Почему? Потому что в какой-то момент возможно они не родились свыше, не подтвердили завет, хотя внешне выглядело как будто это произошло. И Бат-Митсва фактически это рубеж. Да? Мы понимаем, что в 13 лет уже можно наделать много глупостей. решение принимается осознанно. Да? То есть уже ребенок, допустим, если голодный, он может просидеть и не скушать, если ты ему говоришь, нельзя это кушать. Положил еду перед ним, и у него уже хватит силы воли не скушать. То есть у него уже хватит силы воли запомнить что-то, поучиться чему-то. То есть он уже может знать. Мы понимаем как верующие, что в 13-12 лет ребенок может быть рожден свыше, крещен Духом Святым и сведником даже. То есть это нормально. То есть заключается завет, вернее он подтверждается. Но можно его не подтвердить. Вы помните, что было с теми евреями, которые не подтверждали свой завет? Они истреблялись. Можно же было оставить иудаизм, да? Просто оставить Израиль и сказать я буду жить с какими-то эфиопами и уйти. Ну во времена Танаха. А почему нет? Плах тебе в руки, только в храм ты не придешь, если ты уйдешь от нас. А в храм не придешь, жертву не принесешь. А жертву не принесешь, грехи на тебе останутся. Грехи останутся, соответственно, выбор очевиден. Ты не в завете, ты теряешь. Хотя ты имеешь право. Да? Поэтому бар, бат, митсва, я считаю, что это очень хороший праздник. есть разные представления от того, до какого возраста считается ребенок безгрешным. Некоторые говорят, что есть так называемый первородный грех, да? Что все дети рождаются грешными. Мое личное мнение, что все рождаются чистыми. Это мое личное мнение. И по ходу познания этой жизни, поскольку есть определенная склонность, так сказать, пачкаться очень быстро все становятся уже недостойны спасения. Понимаете? Ну, то есть, я не вижу как бы основания. Если ребенок родился, ему там три месяца, я не вижу причины. То есть, грех это явно нарушение определенных вещей. В чем он нарушил его? Да. Ну, давайте, ну, как бы я вам скажу, как я размышляю. Если есть суд, так, то есть, Божьи наказания, должны быть какие-то Божьи правила. Да? Это делай, это не делай. Нет заповеди, нет греха. Явно, да? То есть, если я не знал, что здесь, например, нельзя находиться там в головном уборе, так я не знал. Я не, ну, я нарушил, но нет нам не греха. Я не специально это сделал. Я не знал, что это заповедь. Да? А с приходом заповеди появляется грех. То есть, когда я говорю, например, своему ребенку, не делай так, я не разрешаю тебе. И он осознанно нарушает, он грешит в этот момент. Да? Пока я не сказал, что так нельзя, он не под законом моих слов. Закон начинает действовать тогда, когда он становится явным, когда о нем объявляют. Поэтому, ну, что можно взять с трехмесячного ребенка, например? Совершенно верно. Он не знает, где левая рука, где правая рука, что хорошо, что плохо. И поэтому, о каких заповедях Божьих надо, мы можем говорить. Но в 13 лет уже все известно. Может быть, они не знают, как это подробно сделать, но они четко знают. Когда они врут, когда они там воруют, когда они там еще какие-то вещи делают. Иногда понимают, но проговорено и есть проговорено. Там не сказано, сколько лет этим язычникам. Вы понимаете? Мы говорим сейчас о детях. Потому что взрослый человек, он уже, например, начинает понимать, что вот это не очень хорошо. То есть моральные качества, они передаются. В культуре у нас есть тоже отражение десяти заповедей может быть искаженное. То есть воспитанный человек не будет убивать. Вот такое было поверье. О том, что если немцы образованные люди, тогда они евреев убивать не будут. Мы знаем, что это тоже ошибочное мнение. При всем том. Хорошо. Существуют заповеди, как мы говорили, которые относятся между человеком и человеком. Какие это могут быть заповеди? Давайте просто так вот попробуем что-нибудь. Да, 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 да. Например, справедливый суд. Да? Да. Гостеприимство, например. Это также заповедь. Будьте гостеприимны, да? Не ставить преграду перед слепым. Запрет брать проценты. Да, с брата. Не с брата можно, говоришь? Не задерживать плату, да. Так, можем сейчас немножко разобрать этих. Вот это очень тяжелое. Я вам и веселюсь. Итак, идем дальше. Мы говорили с вами о заповеди Шма, да? В разделе, когда мы говорили о синагоге и молитве. И это, наверное, самая известная еврейская молитва. Напомним, что Шма, говорят, дважды в день. Вечерний Маорив и утренний Шахарит в молитве. И эта молитва состоит из следующих частей. Вы помните, да? Вступительное благословение. Благословен ты Господь, Бог, Царь Изленный. Шма, Израэль. Слушай, Израэль. Почему мы называем молитву Шма? Потому что первое слово Шма, да? Потом идут три отрывка из Торы, которые мы говорим о молитве, помните, да? И заключительные благословения. Первая и последняя части благословения различны в утреннюю и вечернюю молитву. Есть также изменения, когда молитва произносится в субботу и на празднике. Мы говорим сейчас снова о молитве. А вот фраза Шма, Израэль и три следующие за ней отрывка из Торы одинаковы во всех случаях. Что же это за отрывки? Дворим. Шестая глава, четвертый, девятый стих. Слушай, Израэль, Всевышний Бог наш, и Он один. Любим Всевышнего, Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми силами. Пусть будут в твоем сердце те слова, что я приказываю тебе сейчас. Обучи им детей твоих, говори их, когда ты живешь в твоем доме и когда идешь по дороге. Когда ложишься и когда встаешь, повяжи их, как знак на свою руку, начертай их украшением между твоих глаз. Напиши их на косяке твоего дома и твоих ворот. Вот такой вот отрывок. Обратите внимание, в этом отрывке каждое предложение в повелительном наклонении. Сделай. Да? Мы говорили об этом. И обычно, когда так говорят, такие фразы содержат заповедь. Сделай. Заповеди эти, на первый взгляд, совершенно разные. Почему они собраны вместе? Традиция говорит, что речь идет о заповедях, исключительно важных для существования самого еврейского народа. То есть это исключительно важные заповеди. Вы должны знать, что в том, как толкуется Тора, большое значение уделяется тому, почему две или три заповеди стоят вместе. Почему идет именно такая последовательность. Почему сказано так, а не так. Это важно учитывать при методах, которые мы разбираем, которые мы разбираем в Писании. Потому что, возможно, в этом есть какой-то особый смысл. Итак, во-первых, достаточно трудно найти в Торе отрывок, где в одном отрывке собрано так много заповедей. То есть буквально один абзац и куча заповедей. Поэтому, скорее всего, это указывает нам на важность. Также вы смысл записываете, что в маленьком абзаце очень много заповедей. Это достаточно редко встречается в Торе. Также мы видим, что 11 глава, Дворим, с 13 по 21 стих, содержит пророчество, согласно которому жизнь евреев в Эрес-Израэль зависит от их отношения к этим заповедям. Дворим, 11-13. 11-13-21. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашей, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, ты соберешь хлеб твой, вино твой, елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твой, вы будешь есть и насыщаться, берегись, чтобы не обольстило сердце ваше, вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас и заключит он небо и не будет дождя и так далее. Тогда и так положите слова сии, сии слова мои в сердце вашу и в душу вашу и навяжите их знак на руку свою и добудут они повязку и над глазами вашими. И научите им, и мы читали, напишите на косяках и на воротах. Третьих, мы видим, что само по себе чтение Шма является определенной заповедью. Разберем, давайте мы сейчас посмотрим более подробно Шма. и вернее вот этот отрывок. Повяжи их как знак на свою руку и начертай их украшением между твоих глаз. Под их подразумевается что? Заповеди, слова Торы. Да? Как можно их повязать на руку и как они могут быть украшениями между глаз? Да. Для этого существуют специальные молитвенные принадлежности, которые называются Тфилин. Тфилин. Их название происходит от слова Тфила, молитва. Молитва. Что представляет собой Тфилин? Лента и коробочка. Прежде всего нужно понимать что их два. Да. Один называется Тфилин Шель Яд. Тфилин для руки. Тфилин Шель Яд. Это три слова. Тфилин Шель Яд. Тфилин для руки. Другой Тфилин Шель Рож. Тфилин для головы. Связано это с тем, что в приведенном выше предложении есть два указания. Повяжи их на свою руку и начертай их между своих глаз. Как выглядит Филин? Внешне выглядит как кубическая кожаная коробочка, да? Внутри которой помещены четыре отрывка из Торы. молитвы. Из них первые два из молитвы Шма коробки приделаны кожаные ремешки, которыми повязывает филин Шель Яд на руку, от филин Шель Рож крепится на голове и длинные ремни. Вы видели, да? Или вам мастер-класс провести как-нибудь? Нету, но можно вам Я знаю, кто знает. Изготовление тфилин особое очень сложное искусство. Для того, чтобы тфилин был кошерным, то есть годным к употреблению, должны быть выполнены следующие условия. Во-первых, текст отрывка должен быть написан специальным способом на обработанном специальном для этого пергаменте, особым чернилами, специальным шрифтом и по определенным правилам. Не все так просто. Хороший тфилин стоит ой-ой-ой. Дорого. Ну, может быть 300-400 долларов. А что делать? Да-да-да. Дайте два. Потому что считается, что далеко не всякий может написать, используя все правила. Во-вторых, коробочки и ремешки тфилина изготавливаются из кожи тоже кошерного животного. Чаще всего из кожи быка или барана. Тоже непросто их делают, есть способ, форма, и это все строго определено традицией. Да, тфилин налагают каждый день, кроме субботы и праздничных дней, в которых запрещена работа, а также праздников суккот и песох. Обычно, и это желательно, их одевают во время утренней молитвы. В принципе, разрешается это сделать и позже, но только во время светлой части суток. Иудаизм учит о том, что заповедь тфилин является заповедью из категории делай. женщины на женщин эта обязанность не распространяется. Женщины тфилин не одевают. Также несовершенные дети до 13-летнего возраста также свободны. до Бармицуя. Каждый, кто когда-либо посещал синагогу или другое еврейское учреждение или просто был в еврейском доме, который исполнял еврейскую традицию, мог заметить небольшую коробочку, которая крепится на косяк входной двери. Многие называют этот футляр мезуза. буквально косяк двери. Но это не совсем точно. Вот так вот. Мезуза это не сам футляр, а пергамент внутри него. У нас вон висит мезуза. Домик называют мезуза. На этом пергаменте написаны два первых отрывка из молитвы Шма. Поэтому евдеизм учит, что прикрепляя мезузу на входе в дом, евреи буквально выполняют заповедь напиши их слова Торы на косяке твоего дома и твоих ворот. Мы читали дворим. Два первых отрывка из молитвы Шма. Есть целая наука посвященная тому, как нужно крепить мезузу, где она должна висеть. Так же, как и есть целая наука посвященная Тфилин. Мы опускаем сейчас в рамках обзора нашего. Вы должны знать, что есть 7 или 8 правил. Помещение должно быть площадью больше 3,8 квадратных метров. В нем должно быть то, то, целая история. Толмут подробно учит, если кто не в курсе, как это сделать правильно, как они говорят. Мезуза находится справа от входа верхний третий дверного косяка с наклоном внутрь дома квартиры или комнаты. У нас видите косяк вот такой вот. Когда ее крепят произносится соответствующее благословение. В принципе поощряется, если есть у тебя мезузы на каждую комнату по мезузе. Не устанавливают мезузу на входе во временное жилище. Такое, где человек собирается прожить менее 30 дней. то есть, если вы приехали где-то в этот сам гостиницу, то не надо вам ставить мезузу. Но если вы уж очень хотите, то поставьте себе на скотчик каком-нибудь. Также в тюремной камере ее не ставят. заключенный должен надеяться, что каждый день его могут освободить. Поэтому он здесь временно. Вот так. Интересно отметить, что когда речь идет об Эрец Исраэль, то Шульхан Арух учит, что любое жилище в земле Израиля имеет статус постоянно, если только изначально не было создано на несколько дней. Например, шалаш на Суккот. Также в израильских гостиницах ставят мезузы. Ну и в тюрьмах израильских. Потому что подразумевается, что следующий постояльец тоже будет еврей. Итак, мы помним, что мезуза это пергамент внутри футляра, это не сам футляр. В принципе, можно просто взять этот футляр, завернуть его в полиэтиленовый пакет, прикрепить на входе. Ну как бы пергамент, да. Но очень часто делают определенный домик. Ну вот видите у нас домик. да, вот если вы присмотрите в середине есть пергамент. Эти домики бывают самых разных форм. Где-то тут у Бори лежит домик его любимый, но он без пергамента у него, да? вы видите, что традиционно на футляре крупным шрифтом написана буква шин. Первая буква одного из имен Всевышнего. Шадай, да? Существует такая профессия софер или переписчик. Это человек, умеющий правильно писать тексты Мезузы и Тфилина. Валентин, сколько прошло уже? Хорошо. Мы на сегодня закончим, а завтра будем говорить о цицит. Если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники писания, быт, культуру и традиции Израиля, у вас есть такая возможность. Мы приглашаем вас пройти двухгодичное стационарное обучение с практическим служением мессианской общине у нас в Одессе. Субтитры